Аэропорт. Главная книга о войне, которой не должно было быть, и о героях, которые хотели жить, но умирали. Автор Сергей Лойко. У микрофона. Сергей, второй отрывок. Я хотел бы сначала напомнить, что это роман, это художественное произведение, это вымысел. Все герои вымышленные, все позывные вымышленные, совпадения случайные. Перед началом этого куска один из трех бронетранспортеров достигает аэропорта, к сожалению, «Медведь» попадает в плен. И вот среди всей разгрузки всего два бойца пытаются найти и отправить домой кусок ноги разорванного миной танкиста. Пока разгружают все необходимое и пытаются разместить раненых внутри МТЛБ, тритоны «Профессор» бегут по взлетке, прыгая через препятствия и уворачиваясь по наитию от пуль. Ведь в запасе у них не так много жизней, как в компьютерной стрелялке. Стоит, где-то здесь кричит «Профессор», и они замирают, присев за обгорелым мостовым танком Т-64, переводя дыхание. «Вот он, танкист, как живой!» – профессор показывает рукой в сторону темного закопченного предмета, из которого торчит толстая обломанная желтая кость. На вид, как сильно пережаренный грязный окорок. Тритон кладет на землю деревянный ящик от РПГ-26, открывает его, профессор в матерчатых перчатках подхватывает ведро танкиста, бросает в ящик. Они закрывают ящик, хватаются за железной ручкой по бокам и на раз-два-три бегут назад. Пуля проходит сквозь левое предплечье профессора. Тот выпускает ящик, падает на бетон, стонет материться. Тритон уже ползет к нему, оставив ящик позади. «Мишка, Мишка, как ты? Куда тебя?» «В левую, а?» «Придется ручками поменяться!» Миша поднимается. Они, пригибаясь, подхватывают ящик, теперь поменявшись сторонами, и снова бегут к своим. Левый рукав Миши уже весь черный от крови. Он, как пробитый радиатор, оставляет на взлётке свой тёмный мокрый след. Добежав до машины, они роняют ящик. Миша падает рядом, лицом вверх, дышит громко за стонами. Тритон наклоняется над ним. «Давай я посмотрю!» «Потом тритон!» «Потом вяжи танкиста, а то я зря помру!» Тритон ищет свободную раму на МТЛБ, двигает в разные стороны руки и ноги убитых, привязанных к другим рамамам, находит, с трудом поднимает ящик, приматывает его припасённой для этого дела проволокой. Теперь танкист поедет домой к маме или к жене, или к кому он там должен ехать, этот кусок ноги никому неизвестного мёртвого солдата. Профессор поднимается, чтобы ему помочь, и получает шальную пулю в висок, прямо под каску, на повал. «Миша! Миша!» – кричит тритон, колдует над ним, зовёт Сергеевича. Сергеевич подбегает, снимает с него каску, качает головой. «Миша!» – профессор умер, спасая ногу мёртвого танкиста. В это время Степан Бандер, их командир, поднимает, понимает, что всех раненых в МТЛБ уже не запихнуть. Понимает также, что это может быть последняя чайка на материк. Считает оставшихся снаружи ещё шестеро. Стрельба с обеих сторон не стихает. «Так, мужики, это ваш единственный шанс выжить. Пойдёте на броне, укладывайтесь аккуратно. Саша, тащи с коптёрки броники двухсотых. По одному бронику на ноги, до пояса. Держитесь за рамой, пойдёте, как катафалт. Снимаем мешки с двухсотых, чтобы лучше было видно, кого везём. Бойцы раненые целые отматывают мешки от рам, вытаскивают мертвецов и приматывают их кое-как назад к рамам и друг к другу. Тритон плачет, приматывает Мишку. Мишкина тёплая кровь стекает по его лицу, по открытым глазам на руки Тритону. Тритон падает на колени, срывает с себя каску, силой бросает её на бетон, срывает с себя автомат, со всей силой шмякает им о каску, запрокидывает голову и кричит, срывая голос. «Обанная война! Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» У него истерика. На войне это может случиться с каждым в любой момент. Даже у киборга одна жизнь, и запасной головы у него нет. Сергеич обнимает одной рукой бьющегося в истерике Тритона, надевает на него каску и подносит к его губам свою фляжку со спиртом. Потом сам делает быстрый глоток и вытирает свои мокрые глаза тыльной стороной ладони. Механик стоит рядом, жадно пьёт горячий кофе из жестяной кружки. Лицо чёрное, глаза, глаза даже не сказать какие, нечеловеческие. Казак. Короче, вызывай мне 50-го русских на их чистоте. Будем тереть за перемирие. Другого выхода не ма. Бандер хочет поговорить напрямую с командиром Прстовской десантной бригады русских, которая окопалась по периметру, отсекает транспорт и поддерживает огнём вылазки сепаров и чеченцев. Через пару минут помощник командира, здоровенный чубатый хлопец, с позывным казак докладывает, что связи нет. Так, ясно, перешились уже. Айболит, кончай стрельбу, снимай свою куртку, сдаваться будем. Сзади, на кутке доктора Сергеевича, позывной Айболит, большой белый круг с красным крестом в середине. Бандер сам разрезает куртку Сергеевича, приматывает жёлтым свой чужой скотчем к кривоватому, но длинному куску железной оконной рамы от аэропорта, используя его как древко. Древко устанавливают в отверстие пулемётной башни. Один из раненых на броне должен поддерживать его рукой. Ну вот, как-то разместились. Живые на броне изображают трупов, среди трупов настоящих. Зрелище апокалиптическое. Последний инструктаж Механу, которого зовут Семёныч. Смотри, Семёныч, никаких рывков. Медленно дрейфуешь на первой. Уже светает. Они должны разглядеть, что у нас за машина. Если флаг не увидят, если дёрнешься, они вас сожгут. И тебя тоже. Понял меня, герой? Понял. Лёгкой рысью, как на параде. Механ исчезает в люке. Машина с рывком трогается с места. Так что некоторые раненые чуть не слетают вниз на взлётку. Остающие сопровожают взглядами. Самую удивительную машину, которую они когда-либо видели на войне. МТЛБ, обвешанный, шевелящийся бронёй из живых и мёртвых, медленно ползёт в туман, который быстро рассеивается. О чём думает каждый из раненых на броне, приникший к холодному металлу машины или к холодной плоти мертвецов? Страшно даже представить, что у них в голове, какие молитвы шепчут их губы. Туман полностью рассеивается, когда они выезжают из-за второго посадочного рукава на взлётку. Знамя с красным крестом держат на правильной стороне. Стрельба затихает. 20-й, да 20-й, что у вас, почему не работаешь по объекту? Мне докладывают движение. Подполковник Севко, командир Простовской десантно-штурмовой бригады, родом из украинского Херсона, вызывает командира батальона. Товарищ 50-й, ну сами посмотрите, от вас объект сейчас тоже виден. Им ещё 500 метров пилить. Я жду приказа. Нарушает устав комбат майора Конников. Приказ у него давно имеется, вполне ясный. Стрелять во всё, что движется и не движется по взлётке в терминалы обратно. Подполковник поднимается на брусе РКПП, берёт у наблюдателя бинокль, настраивает резкость, опускает бинокль. Что за твою мать? Такой техники военной он ещё не встречал. Так, 20-й, 20-й, по цели не работать. 1-2 предупредительных воздух, чтобы знали, что мы здесь. Выполнять. Севко опускает эракцию, выходит наружу, садится в свой ГАЗ-2330 «Тигр» и говорит водителю два слова. В город. Пока машина прыгает по ухабам при фронтовой полосы, поднимая волны грязи и рыча, подполковник достаёт из кармашка сиденья перед ним заветную фляжку и, не поморщившись, делает пару глотков. Ибанная война, будь она проклятая, ненавижу. Немного успокоившись, он достаёт мобильник, читает последние сообщения. Ты опять недоступен, дети так забудут отца. Ну что же без конца такие учения у тебя? Люблю, целую, жду. Он делает ещё глоток и не успевает настучать ответ. На подъезде к городу две ракеты «Ураган» одна за другой из пристреливаемых пяти превращают «Тигр» полковника в груду дымящегося искорёженного металла. Подполковник погиб на учениях на полигоне в Ростовской области. Через неделю грузовик так называемого гуманитарного конвоя доставит в Красный Камень боеприпасы и провизию для фронта и заберёт на родину изуродованное, наполовину сгоревшее тело подполковника и ещё 90 тел российских военнослужащих. В гум-конвое будет семь грузовиков. Три из них с морозильными камерами. Тем временем по взлётке МТЛБ со скоростью катафалка везёт к своим на броне и под бронёй 14, нет, уже 15 убитых и 18 раненых. Это последняя чайка. Больше не будет. Русские десантники встают в полный рост в своих окопах и дают кто один, кто два выстрела, а кто и очередь в воздух из всех видов оружия. Механик Семёныч, не трестовая креститься внутри мотологи свободной рукой, он не знает, что это салют. АПЛОДИСМЕНТЫ